Деликатес с риском для жизни. Грибной сезон открыл счет печальной статистики. Кто-то сварил не так, кто-то собрал не то. А кто-то просто купил не в том месте. Наш корреспондент Анна Ковалева взяла интервью у тех, кто лично испробовал ядовитую поганку на вкус. Со скрытой камерой прошлась по стихийным рынкам говеля и узнала, как не потерять здоровье за обеденным столом. Нынешний сентябрь уже окрестили временем грибной лихорадки. Фотографии этих лесных деликатесов заполонили соцсети жителей Гомельщины. Одни хвастаются размером и количеством добычи, другие просто восхищаются красотой подберезовиков, маслят и даже несъедобных поганок. Другой вопрос, что порой, глядя на такое изобилие в лесах, люди теряют бдительность и вместо безобидной сыроежки срезают бледную поганку. В итоге не пустуют не только корзины, но и больничные палаты. Только в больнице скорой помощи Гомеля число обратившихся с подозрением на отравление грибами уже перевалило за 30. У шести из них подтвердилось тяжелое отравление именно бледной поганкой. Сейчас на лечении 4 человека, один из них в тяжелом состоянии. Люди поступают целыми семьями. Среди таких Олег Царик и его сын Никита. Походили, пособирали, там не было белых, и такие взяли эти сыроежки, которые... Вот, пришли домой, сварили суп, ну, нормально вроде сварили, все как надо. Потом покушали, все, я сходил на тренировку, прихожу, отсюда плохо. Это просто получилось, я не знаю, как это получилось, что один или два там грибы попались. Это тяжелое отравление. Это понос за рвотой головой. И ялость такое мной против этого. Коварство бледной поганки еще и в том, что первое время никаких симптомов нет. Тошнота, рвота, слабость, потливость и бледность могут проявиться только спустя 10 часов. Затем к этим симптомам добавляются обезвоживание, падение давления и тахикардия. Эта стадия длится двое суток. Следом идет стадия мнимого благополучия, когда человеку становится лучше, и он считает, что выздоровел. Но тем временем токсины уже убивают печень. В итоге тяжелый токсический гепатит, когда вылечить человека и спасти ему жизнь, оказывается уже очень сложно. Отравление проявляется тяжелой печеночной недостаточностью, с повреждением системы свертывания крови, с повреждением почек, головного мозга. Шесть пациентов у нас уже пролечены, седьмой пациент, к сожалению, скончался. Это был единственный случай пока на сегодняшний день по отравлению грибами со смертельным исходом. Всего на Гомельщине от ядовитых грибов пострадали 11 человек, двое из которых дети. Вместе с тем медики предупреждают, удар по здоровью могут нанести и вполне съедобные грибы, если они неправильно приготовлены или у человека есть проблемы с желудком и кишечником. Ведь грибы изначально тяжелая пища, которая может привести к осложнениям старых болезней. Опасность съедобные грибы могут таить и из-за радиации, которую впитывают как губка. Именно поэтому их нельзя собирать вдоль дорог, железнодорожных путей или же покупать в несанкционированных местах. Сейчас грибы просто главный хит продаж. Правда, не везде их продают с соответствующими документами. Прямо сейчас в компанию «Скрытая камера» мы отправляемся на одну из стихийных торговых точек, чтобы потом свою покупку проверить в специальной лаборатории. И как не поверить таким убедительным доводам? Но, как говорят, доверяй, но проверяй. Поэтому покупаем грибы и отправляемся в лабораторию Гомельского областного центра гигиенной эпидемиологии и общественного здоровья. Светлана Михайловна, здравствуйте. Привезли к вам грибы на проверку. Можно ли узнать уровень радиации? Можно. Можно, да? Хорошо. Сколько времени займет процедура? Ну, приготовить нужно грибы и потом где-то полчаса мерить собрала. Отлично. Тогда ждем. Угу, спасибо. Спустя уже 10 минут можно узнать промежуточный результат. По результатам промежуточного нашего измерения активности уже сейчас видно, что активность в грибах 140,2 бекерели на килограмм. Нормативно грибы 370 бекерели на килограмм. Тем самым мы уже можем сделать предварительно вывод, что данные грибы, данная проба будет чистой и пригодной для употребления в пищу. На этот раз нам повезло, скажем? Повезло. Скажем точно, что повезло. При нынешнем урожае грибов и, так сказать, массовых проверках мы видим, что насколько большое количество, конечно, загрязненных грибов, особенно Ветковский район. В любом случае покупать грибы лучше на официальных рынках и в магазинах. Там дары леса не допускают к торговле без документа о прохождении радиологического контроля. Чтобы пройти его в эту лабораторию, каждый день обращаются в среднем 40 человек. Исследовано уже несколько сотен проб, третий из которых, увы, оказалось превышением нормы Цезия-137. Причем в некоторых уровень радиации и вовсе зашкаливал. В этом году к нам обратился гражданин из Щечерского района. И по результатам исследования пробы грибов у нас было превышение, было изгонтировано значение более 80 тысяч килограмм. Это превышает норматив в более чем 24 раза. Сотрудники лаборатории отмечают, перенасыщенные радиации грибы привозили абсолютно из всех районов. Казалось бы, как такое возможно, ведь отдельная территория региона признана чистыми. По словам же сотрудников лесного хозяйства, радиация распределилась пятнами. И порой два гриба, растущие в двух метрах друг от друга, могут иметь совершенно разные результаты радиационного контроля. И все же приблизительные рейтинги загрязненных и чистых территорий области есть. Так, в Ельском, Наравлянском, Ветковском, Чечерском, Рогачевском районах и на севере Гомельского грибы лучше не собирать. А вот в Петриковском, Октябрьском, Светлогорском, Житковическом, Жлобинском, Калинковическом и Мозорском тихая охота относительно безопасна. Узнать о радиационном состоянии того или иного лесного массива можно и прямо в местах сбора. На съездах с магистральных дорог стоят знаки, предупреждающие о сборе ягод и грибов с обязательным радиационным контролем. Впрочем, узнать об этом сейчас можно и не выходя из дома. Можно зайти на сайт Гомельского лесхоза, как и на сайт любого лесхоза Республики Беларусь. В отделе радиационный контроль вы можете найти подробные карты радиационной обстановки, которые будут окрашены по зонам радиоактивного загрязнения. Но здесь карта Гомельской области. И даже если лесные дары не ядовиты и не содержат большие дозы радиации, они все равно могут стоить жизни. Ведь в поисках грибов люди и сами терялись в лесах. Только с начала сентября зафиксировано уже 10 таких случаев. К счастью, все нашлись, хотя известны и другие примеры. Наши граждане, которые ходят в погребы, они забывают об элементарных мерах безопасности. То есть необходимо взять с собой необходимые вещи, дополнительное питание, воду. Кроме этого, они забывают пользоваться и мобильными телефонами. Как пример, одна из пожилых женщин в Калинковском районе, когда мы ее уже нашли, рассказала о том, что она не взяла с собой сотовый телефон, боясь, что она потеряет его. Не нужно этого опасаться. Даже если вы находитесь вне зоны сети сотового оператора, вы имеете возможность набрать телефон 112, который в любом случае сработает, и вы сообщите о своем местонахождении. Или же мы принимаем меры для того, чтобы вас найти. Все цифры, которые прозвучали в этом сюжете, лишь оперативные данные. И, возможно, уже в эту секунду они стали больше. И даже то, что человеческая беспечность осложняет работу медикам, спасателям и милиции, не главная проблема. Самое страшное то, что тихая охота для некоторых оборачивается громкими и порой смертельными последствиями. Анна Ковалева, Александр Харлампов, Евгений Макенко, Максим Славин, телерадио компания «Гомель». Новости недели.